Удер на сибирике. Стволы очень яркие. Коля, расскажи, как ты режешь. Покажешь нам, как черенковать. А, вон, что сделал, ты две риски поставил. Вот так черенки сейчас засаживаются. Удер на сибирике. Годовой побег. Где-то два с половиной метра. Здесь мы в кусты вырезали очень низко в прошлом году. Сантиметров на 30, от зимы 40. И вот за весь год он дал такие вот новые красивые побеги. Идеально для черенкования. Коля, расскажи, как ты режешь. На уровне пояса. В принципе, на самом деле никаких секретов нет. Изгородь обрезается. В данном случае мы решили просто на уровень пояса обрезать. Потому что у нас там живая изгородь. И хочется сохранить ей внешний вид. В прошлом году она обрезалась чуть ниже уровня пояса. Вот. И отпустились однолетние побеги. Все лето мы их не стригли. Срезаем все, что толще размера карандаша. То есть вот эти вот тоненькие веточки. Они все остаются и потом кусторезами пройдем и выровняем. Сейчас обрезаем секатором все побеги толще карандаша. Стволы очень яркие. Прям малиново, видите, малиново-красные. Очень красивые. И изгородь зимой смотрится просто потрясающе. Вот такие хлысты. Здесь почти метр семьдесят, наверное, длинной. Будут нарезаться на черенки. Покажешь нам, как черенковать? Александр придумал вот такую штуку. Черенок нарезается на 2-3 сантиметра выше почки. Ну а внизу без разницы, сколько. Вот отмерили. Риску сделали. Какой длины нам нужны черенки. А, вон что сделал. Ты две риски поставил, чтобы... А, как молодец. Молодец, да, правильно, да. А потом просто... Классно. Слушай, ну точно. Чтобы потом в кончике не поближать. Ага. Так, никому это не расскажем. Все не придумывает. Главная высота, чтобы была не менее 2 сантиметров от почки. Иначе, когда увядание идет сверху, и если короче чебушок... А, то есть вот такая вот малая, да? Нет, это 2 сантиметра будет. Ну, лучше подлиннее. Я понял. И получается, почку не затрагивает. Вот, потом связываем. Тут без разницы, да, сколько в почке? Я по 25 делаю. А, потом вот связываем по 25 штучек, ставим, обрабатываем потом корневином и воском. Вот так черенки сейчас засаживаются. Они воскованные. Оставляем буквально там сантиметр сверху. Вот такие тоненькие-маленькие спирейки. О, а тут свежие. После посадки получаются вот такие пустоты. Обязательно нужно потом проливать, чтобы земля осела и плотно соприкасалась. А дерен сажается под машину в поле трассо-посадочную. Четыре рядка, а здесь пока два прошли. У нас двухрядная посадочная машина. У-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у. У-у-у-у. 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 У-у-у. У-у-у. У-у-у-у. У-у-у. У-у-у. Продолжение следует...